Можно ли зарабатывать на жизнь искусством? Я не знаю никого, кто бы серьезно увлекался искусством и жил бы при этом в крайней нищете. Конечно, художник – это очень сложная профессия, и сам путь мастерства становления как художника – он очень и очень долгий. По собственному опыту могу сказать, что эту профессию осваивают всю жизнь. Но если так посмотреть, что в жизни вообще легко дается? Искусство, если так посмотреть, то оно ничем не отличается от другой любой профессии или же бизнеса. Но у искусства есть то преимущество, что оно является профессией по призванию. Другими словами, художник не отказывается от практики. Даже в трудное время он работает, работает, работает до последнего, пока не придет к результату. В других сферах работы, если через некий промежуток времени вы не увидите положительный результат, не придете к нему, вы попросту остановитесь и смените сферу деятельности в бизнесе. В искусстве другой подход. Здесь человек в первую очередь работает для себя, для души, и только после выставляет работы на реализацию. Если вы выбираете эту профессию, быть художником, то должны быть готовы, что весь творческий путь – это гонка. Гонка с большими препятствиями и на очень-очень длинную дистанцию. Художник со временем совершенствуется, он работает над своим почерком, над своей индивидуальностью, но этого недостаточно. Нужно еще заинтересовать зрителя собой. А здесь вы сталкиваетесь с конкуренцией и в большинстве случаев нечестной. На самом деле мне очень радует глаз, когда я вижу пустые стены, которые только и жду, чтобы на них повесили произведения искусства. И каждое поколение также ищет искусство, которое выражает его я. Не думаю, что на свете много людей, которые хотят видеть у себя на стене живопись прошлых лет, какие-то работы, которые висели еще у бабушки. Пускай это будет тот же пейзаж, изображение того же места, но в другой манере. Другими словами, спрос на современное искусство будет всегда. Да, заниматься искусством, в особенности живописью маслом, это очень дорогое удовольствие. Но создаваемая вами работа в процессе обучения может стать одним из самых дорогих предметов в мире. Вот почему важно в первую очередь работать для себя, для души, как художник. И в эту же очередь уметь заинтересовать зрителя.